Налог на доходы физических лиц Вместе с Ириной Смирновой, начальником отдела налогообложения доходов физических лиц Краевого управления Налоговой службы России, попытаемся разобраться в том, что это за нововведение и кого оно касается. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте. Ну вот новая строчка в налоговой квинтации, НДФЛ. Вот что это за налог? Это какой-то новый вид налога? Нет, это налог НДФЛ, существующий давно. Единственный порядок уплаты у него новый. Вот если раньше эти налогоплательщики, которые получат сейчас налоговое уведомление с строчкой НДФЛ, они должны были декларировать этот доход, то есть заполнять декларацию 3НДФЛ, представлять ее в налоговый орган, то есть сами рассчитывать налог, сами производить уплату, то есть вся ответственность возлагалась на плательщика. То сейчас мы уже предъявляем просто этот налог в составе налогового уведомления с квитанциями на уплату. То есть именно с этой целью вы включили вот эту строчку в налоговое уведомление, чтобы не ходили люди там, не отчитывались, да, получается, декларации не предоставляли с этой целью? Получается, да, для упрощения, для облегчения жизни налогоплательщику механизм этот как бы упрощен. Ну вот наверняка многие жители края, видя новую строчку, у них возникает немало вопросов. Вот с какими они к вам чаще всего обращаются сейчас? Ну много очень вопросов возникает у плательщиков, в связи с чем я должен оплачивать эту сумму, и потому что в уведомлении отражается и источник, кто ему выплачивал доход, и кто с него исчислен, но не смог удержать налог. И плательщики зачастую как бы в недоумении, что вроде как отношений с этим предприятием, с этой организацией, либо там может даже физическое лицо он не имел. Какие доходы он от него получал, он вспомнить не может, в связи с чем у него возникла обязанность по уплате этого налога. Как бы вот такие ситуации бывают. А вы каким-то образом уже доказываете, что в общем-то... В этой ситуации мы даже как бы доказывать не в праве что-то, потому что... Не обязан. Да, и не обязан, и не в праве механизм этот не предусматривает. Потому что эти сведения к нам поступают именно от этого источника. Мы его называем налоговый агент. Они к нам поступили. Сведения называются они возможности удержания налога и передачи на взыскание в налоговый орган. Как правило, это сведения с тех доходов, которые налоговый агент, организация, источник дохода, не смогла удержать. У нас в кодексе четко предусмотрено, когда они не могут удержать. Доход выплачен в натуральной форме, в виде материальной выгоды. Один из двух видов. Просто если гражданин сталкивается с такой ситуацией и хочет разобраться, ну то есть считает, что ему как-то, ну, не намеренно, точнее намеренно, но неправильно насчитали этот налог, да? То тогда ему нужно разбираться с налоговым агентом. Но вся суть в том, что да, эти сведения представляет налоговый агент, и отношения налогоплательщик должен выяснять с налоговым агентом. По сути, у нас по 2016 году уже такая ситуация, как бы исчисляемый налог, и 2017 год. Они просто соединены в одно налоговое уведомление, и плательщики сейчас получают за два года. В уведомлении они расписаны суммы, от какого источника, за какой период, какой код дохода указан, ставка налога указана, и плательщик уже как бы видит картинку. Прежде надо сделать попытку разобраться с работодателем, вот с этим. Ирина Ивановна, а кого, каких категорий граждан касается вот НДФЛ? НДФЛ касается физических лиц, в первую очередь. Вот этот вид уплаты и порядок уплаты, у нас в этом году порядка 42 тысяч плательщиков получили в составе налогового уведомления именно вот этот налог рассчитанный. И сумма в целом по краю более 60 миллионов. Поэтому много очень плательщиков у нас в сельских территориях. Это как бы нормальная ситуация, потому что они сдают свои земли в аренду СПК различным физическим лицам, которые зарегистрированы в качестве сельхоздеятелей. И они исчисляют налог с выплат, вот в натуральной форме, которую выплачивают этим товарищам. То есть налог с аренды сельхозпоев получается? Да, за аренду сельхозпоев. Вот очень большая категория плательщиков здесь. Есть сведения, поступающие от банка, это списанные долги, мы так говорим, прощенные долги. Когда банк списывает долг плательщику, исчисляет с этой суммы 13% и передает нам на взыскание сумму НДФЛ. Ну и ряд других. Ну вот как раз о ряде других я немножко подробнее остановлюсь. Дело в том, что в интернете в том же пишут, что взимают налог на доходы физических лиц. И в том случае, если ты сделал какой-то банковский вклад и даже в отдельных ситуациях, когда оформил кредит. Это действительно так? Как это вообще возможно? Порядок, да, предусматривает исчисление налога в этих ситуациях. Но у нас в крае, я как бы не сталкивалась с такой ситуацией, когда банк выдавал, например, кредит под процент меньше, чем 2 трети ставки рефинансирования. Либо когда размещали плательщики вклад под проценты, которые выше, чем ставка рефинансирования. Как бы это получается категория льготная какая-то может быть. Но, тем не менее, по России, наверное, ситуации такие есть. Раззаконодательно это урегулирован вопрос, что там рассчитывается именно доход в виде налогоблажения. Если вдруг возникнет такая ситуация, то хочется просто понять, вот банки, какие-то кредитные организации, которые предоставляют кредиты или вклады на таких условиях, они обязаны каким-то образом уведомлять человека? И вообще, они сведения обязаны передавать в налоговую? Все ли банки, все вот эти организации, которые попадают именно по выплате дохода в эти критерии, они обязаны представлять сведения в налоговый орган. И вдобавок ко всему, они обязаны уведомлять налогоплательщика. Вот все налоговые агенты, которые исчислили или не смогли удержать налог, они обязаны, помимо того, что нам передают сведения налоговые органы, они обязаны уведомить и налогоплательщика. То есть, для нас иногда зачастую удивительно, что плательщики наше уведомление получают на уплату налога, адрес, как бы совпадает все, а справку от этой организации они не получают. Либо плательщики отчасти лукавят, либо организация не исполнила вот эту обязанность. А вот что касается налога на доходы от различных выигрышей. У нас такие ситуации есть в Крае? И можете привести пример максимальной суммы налога? Да, у нас такие примеры есть. Это доходы в виде выигрышей, призов на конкурсах и различных мероприятиях, которые проводятся в целях рекламы товаров, работы, услуг. У нас есть такие предприятия, торговые сети, которые рекламируют в целях рекламы торговой марки своей. Они проводят эти акции. И они как раз таки выплачивают выигрыши различные, призы и подарки, передают нам сведения о невозможности удержания. Их очень много у нас в Крае, скажу я. И сумма, конечно, тоже разная. Есть сумма, которая немножко не достигает даже двух миллионов, переданная на взыскание. Это именно налог? Это именно налога, но здесь можно посчитать и удивиться, что налог-то здесь исчисляется по ставке 35%. А обычно? Вот по какой ставке он взимается именно? НДФЛ? НДФЛ с призов и выигрышей, который в целях рекламы он взимается по ставке 35% обычно. А есть ли другие там виды? Ну, не знаю, те же сельхозпои? Сельхозпои под 13%. 13%. То есть разбег под 13% и до 30%. 35% может быть. И 35%. 13% это в основном самое распространенное, а 35% это доходы в виде выигрышей, призов от рекламы товаров и материальной выгоды. То есть экономия на процентах за пользование либо размещение. А что будет, если налог не заплатить вовремя? Ну и давайте напомним нашим телезрителям, до какого времени нужно его заплатить. Налог. Все налогоплательщики должны уплатить не позднее в этом году, 3 декабря. С учетом того, что у нас 1 декабря падает на выходные. 3 декабря это предельная дата, до которой нужно оплатить. В случае неоплаты налога у нас есть финансовые санкции. Это пеня начисляется за каждый день просрочки платежа. Ну и если он в принципе, плательщик, не платит налог, то там уже механизм. Есть процедура добровольного и принудительного взыскания. Какую сумму поступления вы ожидаете именно от этого вида налога? Именно от этого мы начисляем порядка 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей. Это много-мало по сравнению с прежними годами? Ну если в год у нас порядка 23 миллиардов НДФЛ поступает, то 62 миллиона может немного. Но по сравнению с предыдущими годами цифра несколько выше. Обычно у нас порядка 40 миллионов вот эти суммы исчисленные были. Поступление было невысокое, потому что у нас добровольная уплата не сильно-то как бы плательщиками приветствовалась. Поэтому мы вынуждены были проводить большие мероприятия и контрольные в том числе по принуждению данной категории к подаче декларации. Сейчас этот налог получается начисляемый, он напрямую падает в, как мы говорим, падает в карточку расчеты с бюджетом. Он уже после 3 декабря становится в статусе недоимки либо задолженности и начинается процедура взыскания так же как по имущественным налогам. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok